Американка Симона Байлз Возможно, в этом нет ничего удивительного, но какова вероятность, что двое человек, не сговариваясь, будут идти настолько синхронно? Хоть на первый взгляд бильярды не кажутся слишком сложной игрой, большинству разобраться в правилах удается далеко не сразу. Но не нужно быть профессионалом, чтобы понять, что ситуация, когда шар выпрыгивает из лузы обратно, рядовой точно не назовешь. И тем более обидно, что в некоторых случаях это может быть засчитано как поражение. В пляжном волейболе яркое солнце и ветер зачастую могут сыграть на руку команде, а вот в зале куда важнее техника. И если силовую подачу трудно взять из-за скорости полета мяча, то планер из-за непредсказуемости. При правильно планирующей подаче мяч словно потряхивает в воздухе, и он запросто может ускользнуть из подставленных рук в последнюю секунду. Чарльз Баркли и Деннис Родман давно зарекомендовали себя как самые недисциплинированные и конфликтные игроки. Но что касается самой игры, за мяч они будут биться по всем правилам и до последнего. Иногда резонансные события получают огласку при совершенно неожиданных обстоятельствах. Бывший игрок НБА, а ныне телеведущий Джалин Роуз выкрикнул «Арестуйте копов, которые убили Бриону Тейлор во время прямого эфира». Этим он настойчиво привлекал внимание общественности. Ни для кого не секрет, что мексиканцы – народ импульсивный. Но когда в июне этого года мексиканские болельщики остались недовольны финальным матчем Лиги Наций и зашвыряли все поле мусором во время игры, это было слишком даже для них. Впрочем, безобразное поведение зрителей не помешало сборной США обыграть Мексику. Но тренеры обеих команд были просто в ярости из-за полного отсутствия уважения к происходящему на поле и ко всем усилиям, которые команды вкладывают в игру. В мае 2021 года 28-летний бразилец Алисон Беккер не только принес своей команде победный гол, но и стал первым вратарем в истории Ливерпуля, забившим в официальном матче. Если вы думаете, что качели – это скучное детское развлечение, то что вы скажете о Nevis Swing – самых больших качелях в мире, подвешенных над каньоном реки Невис в Новой Зеландии? Кроме того, что лететь предстоит со скоростью 120 км в час, до смотровой площадки еще предстоит добираться около 4 часов, а стоит это удовольствие около 10 тысяч за прыжок. Когда кататься по твердой земле становится слишком просто, в поисках идей для новых трюков настоящие райдеры перебираются повыше. В начале 2019 года американский юниор Мэтью Боулинг пролетел в 100-метровку среди школьников всего за 9,98 секунды. А в конце июля уже отправился на юниорский чемпионат Панамерики и привез оттуда целых 4 золотых медали, попутно установив 2 личных и 2 мировых рекорда. Вейкбордеры это те самые ребята, которые ворвались в нашу реальность не так давно, но уже успели наделать шуму и заполнить все новостные ленты своими трюками. Кстати, говорят, что этот вид спорта вызывает привыкание и желание катать абсолютно везде, даже если у вас нет специальной формы и инвентаря. Вот, например, как этот парень. Исландский гигант Хафтор Бьернсон – один из сильнейших людей на Земле, впечатливший своими габаритами даже создателя Игры Престолов. Он проиграл мужчине, который по сравнению с ним выглядит далеко не так внушительно. Впрочем, давайте будем объективны. Его соперник Девон Лорат – действующий чемпион мировой лиги армрестлинга и считается одним из сильнейших в своем деле. Сёрфинг – самый сложный вид спорта в мире. В любом другом вы можете усвоить основы относительно быстро, в то время как сёрфинг требует еще и хорошего понимания физики. Для катания на самом деле даже не обязательны волны, и половина успеха – это умение читать окружающую среду и подстраиваться под темп стихии. Есть любители экстрима на прекрасное место, но далеко не все маршруты предполагают неспешную прогулку и разглядывание красот природы. На самом деле это уже вторая авария, произошедшая на мотогонке в Макао. Но после того, как заезд возобновили, уже на втором круге в повороте участниками массового столкновения стали сразу шесть тирогонщиков, как минимум троим из которых под выбором скейтборда. Для чего он будет использоваться? Вряд ли вы купите скрипку, если хотите научиться играть на гитаре. Вот и с досками то же самое. И этот парень явно знал, что он делает. Электромаунтинборд – сравнительно новое и достаточно дорогое удовольствие. Но для катания по сложным трассам и горам – это именно то, что нужно. В мире моды не существует более скандальной фотомодели, чем Дэми Роуз. И как оказалось, она может удивить не только откровенными купальниками, но и неплохими навыками дайвинга. Все мы видели, как баскетболисты крутят мяч на пальцы. Хоть и мало кто может сказать, какая в этом практическая польза. На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд. И для освоения этого трюка требуется лишь четкое понимание простейших законов физики и время. К конкурсам красоты и особенно выходу в бикини участницы готовятся особенно ответственно. И мало кто сможет остаться равнодушным, когда шоу начинается. Так что неудивительно, что даже техническая группа не удержалась от соблазна запечатлеть такое эффектное зрелище. Полеты на параплане и ему подобных приспособлениях часто называют чуть ли не самыми яркими впечатлениями в жизни. И можно только догадываться, какие эмоции.